Выборный процесс Избирательная комиссия Московской области о возложении полномочий по проведению выборов депутатов городского округа на территориальную избирательную комиссию Ленинского района, то есть на нашу избирательную комиссию. Поэтому с этого момента наша комиссия уже вступает в активную фазу. Мы приступаем к формированию новых 30 одномандатных избирательных округов. Округа у нас в этот раз будут большие, то есть в среднем численность на каждом избирательном округе будет составлять около 4000 избирателей. И в ближайшее время, конечно, наша комиссия предстоит сформировать эти округа в соответствии с законом, в соответствии со всеми требованиями, которые нам предъявляются. И, конечно, после этого эта схема будет утверждена и размещена в открытых источниках для наших жителей. То есть теперь округов на территории поселения не будет? Да, у нас территория теперь городского округа – это единая территория. Так как раньше Ленинский район состоял из поселений, то в каждом поселении были округа. Но учитывая то, что теперь у нас это единая территория, то у нас и округа будут формироваться как на единой территории. То есть у нас в тот или иной избирательный округ могут входить территории как сельского поселения Развилковское, так и сельского поселения Молоковское. Или городского поселения Видное и, например, горки Ленинские. Так как мы знаем, что у нас Купеленко, например, микрорайон, он очень тесно сопряжен с городом Видное, уже границ там, конечно, никакой нет. Поэтому для избирателей уже важно тоже для наших жителей переформатироваться и понимать, что мы уже на единой территории с вами пребываем, и округа будут формироваться по такому принципу. Повлечет ли формирование новых избирательных округов создание каких-то новых, опять же, избирательных участков или закрытие старых? Как будет происходить этот процесс? Да, действительно, так и будет происходить. В новых застройках, на новых округах придется нам создавать и формировать новые участковые избирательные комиссии. Это, конечно, касается новых микрорайонов, новых застроек. А на старых избирательных округах, учитывая, что поменяются их границы, поменяется их адресное пространство, конечно, нам тоже придется менять их территорию относительно округа. Но в любом случае мы эту работу будем проводить и, естественно, доводить ее до жителей и максимально информировать вместе с вами. Ну, впереди у вас действительно, как говорится, непочатый край работы. Пожелаем вам удачи. Спасибо, что пришли к нам на эфир, рассказали все эти интересные вещи. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии Верой Маркиной.